Вот так два маленьких, вот тут большие наоборот, и они идут одинаково, главное расстояние, вот так два больших, вот так два больших, и вот там два больших. Изучать необычные следы семья Соколовых начала недавно. В выемке в виде копыт и передних ножек многодетная семья находит по всему огороду. Домочадцы предполагают, что именно это животное в субботу вечером напало на их любимицу корольчиху, которая в конце сентября принесла приплод. Первым о трагедии узнал сынишка Слава. Он в это утро принес кормящей мамочке корм. Я вот открыл клетку, посмотрел, что никого нету, сразу припугался за корольчиху, посмотрел, что вот тут еще клетка была, вот в клетку посмотрел, там были кролики все на месте, посмотрел, вот туда маленькие были, родившиеся недавно, все были, остались, а вот корольчиха большой там не было. Тушку крольчихи обнаружили за парником. Как вспоминают домочадцы, весь вечер пес Мейсон лаял в сторону крольчатника. Утром хозяйка обнаружила, что собака оборвала цепь. Увидев мертвую крольчиху, Елена Анатольевна сначала подумала, что ее загрызла собака, но потом эта версия ушла на второй план. Кто именно обезглавил крольчиху, семья Соколовых точно сказать не может. Одна из версий, чупакабра добралась и до Емманжелинска. Когда уже пошли, ее нашли, обнаружили вот тельце это, она лежала сначала получается на спине и как бы вот эта вот пуховая у нее здесь подушечка на шее, она как бы не видно была вот эту ранку, все это вот подробности как бы не видно было. Оно просто, просто тельце и все. И оно чистенькое, все такое как бы ни следов крови, ни насилия никакого, ничего. Ну, начала ее переворачивать, так вот за лапки взяла, за передние переворачивать, начала ее и тут уже увидела, что тут оказывается головы нет. Вот она откушенная или что это голова. И вокруг вся эта шерсть, она чистенькая, все, ни следов крови, ничего, просто как будто вот одним этим. Случай о необычном происшествии заинтересовал и соседи Соколовых. Анатолий Владимирович хоть и живет в поселке давно, но о таком слышит впервые. Ну, я такого не встречал, вот соседи тоже скотину держат. Ну, может какой-нибудь зверек, ну, человек, ну, если бы взял, он бы его полностью забрал, я тоже так же думаю. Я знаю, что одно время как-то мы тоже кур держали, тут хорьки что ли появились. Не, ну, опять же, ну, как это, клетку открыть, голову съесть, все оставить, для чего это? Что-то доказать или как, без понятия, что-то интересное. Как уберечь остальных животных от нападений неизвестного чудовища семья Соколовых не знает. После его визита им приходится самим выкармливать маленьких крольчат. Продолжение следует...